Добрый вечер. Мы с вами Норвегию не знаем и знать не хотим. В этой стране много чего раздражает, очень раздражает уровень жизни, самый высокий по большому счету в мире, очень раздражает соцпакет, очень раздражает то неприятное обстоятельство, что в этой стране собственная нефть, единственная у кого из европейцев она прямо вот тут в прибережной полосе, на шельфе существует, и при этом Норвегия имеет такую наглость, как деньгами, полученными в результате добычи и переработки нефти, обогащая собственную экономику, что несколько непривычно, и по большому счету нам просто непонятно, похоже даже на государственную измену, потому что у нас как раз точно все наоборот, нефти у нас много, результаты какие-то очень печальные. У норвегов жизнь вообще выглядит странно, она в силу этой странности и высокого уровня жизни вызывает непонимание, переходящее в отторжение, очень радует сообщение о том, что в Норвегии разрешены браки между братом и сестрой, и вообще в Норвегии существует 30 видов браков, то есть кто с кем угодно, как хотите, всегда пожалуйста. Но это хоть как-то уравновешивает все остальные социальные достижения данной страны. Если бы не Брейвик, в принципе о Норвегии, наверное, бы и мы не вспоминали, но тут где-то, наверное, годик тому назад по интернету стал гулять совершенно отвратительный, очень циничного содержания демотиватор, посвященный премьер-министру Норвегии Йенсу Столтенбергу. Там картиночка его виллы. Как выглядит вилла норвежского премьер-министра? Это маленький беленький домик в четыре окошечка с мансардой. У нас это обычно такая будка охранника на подъезде к барскому поместью. Ну, или там домик сторожа. Может быть, у неудачника на дачном участке такой вот счетовой домик. Это премьер-министр. Это премьер-министр Норвегии. Причем, когда мы говорим премьер-министра, нам кажется, что это второй человек государства. Нет, на самом деле Норвегия всей целиком управляет лично премьер-министр. У них конституционная монархия. У них Харальд V, король. Очень тихий, приятный человек, чрезвычайно интеллигентный. Он живет точно в таком же сборно-щелевом домике. Единственное, что он чуть покрупнее, двухэтажная. Вот резиденция короля Норвегии. Это двухэтажный счетовой домик с флигельками на довольно небольшом участке. И тут же, на этом же участке, конеферма. Потому что Харальд V, он знатный лошадник. И местную такую аборигенную породу лошадей, в общем, пушистых, похожих на медвежат, он разводит. Ну, вот любит он это дело. И когда Харальда V нету непосредственно в этом поместье, ну, мало ли, там по делам это случилось куда-то, то его дворец сразу становится открытым для посещения всеми желающими. Короче говоря, заходите к королю, кто хочет. Причем норвежская власть, она во все времена такая немножко странная. Вот мой папа, например, лет, наверное, так 40 тому назад ездил по делам в Норвегию и был немножко причастен к спорту. Были международные соревнования по конькобежному спорту, на которых предыдущий король Норвегии был почетным гостем. И была техническая пауза. В Норвегии вообще климат довольно неприятный, там прохладненько. И всем предложили потанцевать. Сказали, что, знаете, поскольку других способов как-то нормально по-человечески погреться нет, а пауза затягивается, пожалуйста, кто хочет, может выйти на лед и здесь покататься. А мы сейчас включим музыку и можете потанцевать. И вот так получилось, что мой папа, например, танцевал с королем Норвегии. Вот так получилось. Удивительно совершенно, потому что король, он, пожалуйста, но вот даму он как-то король так аккуратно, что называется, не потянул, а вот с каким-то нейтральным человеком из другой страны, ну вот так вот они аккуратненько погрелись там разными телодвижениями. Это было довольно забавно. Норвегия в совокупности, она обескураживает, радует, что там налог на автомобили составляет 203%. При этом машина, конечно, у каждой школьной учительницы. А Гелендваген в качестве такси это нормальное явление. Сам, когда нужно было, у тротуара поймал Гелендваген, и мы на нем неплохо прокатились по моим делам. Норвегия удивительная страна. Когда я у Норвега спрашивал, зачем вы будете заниматься, если вдруг случится какой-то совершенно безнравственный экономический коллапс в мире, и вы будете дезинтегрированы из Европы, ведь очень многое привозное. Они сказали, мы замечательно проживем, потому что у нас своя нефть, своя картошка и своя рыба. А больше нам ничего не надо. Молодцы, Норвегия. И вот кроме Брейвика, который как-то более-менее уравновесил наше завистливое отношение к Норвегии, вдруг на противоположную чашу весов нам швырнули загородное поместье премьер-министра Столтенберга, а с сегодняшнего дня началась совершенно безудержная пиар-компания, направленная на подрыв нашего доверия к нашей родной власти. Потому что по всем телеканалам нам показали, как премьер-министр, первое лицо Норвегии, управляющая этой страной, Йенс Столтенберг, покатался на такси в роли шофера. Он сел за руль и поехал. Он работал таксистом специально для того, чтобы узнать, что думают люди. Вот наш президент о том, что думают люди, узнает из отчетов администрации президента. В администрации президента есть специальный отдел, в котором сидят очень хорошие мальчики и девочки из очень хороших семей, очень хороших и надежных министров. Это такие мальчики и девочки, которые красную икру ели круглосуточно на протяжении всей своей жизни, черной икрой закусывая, и поэтому, когда они делают какие-то подборки новостей, что такое хорошо, что такое плохо, что важно и что не важно, они, конечно, за точку отсчета берут свой блистательный доп. паёк. И если в новостях проскакивает что-то непостижимое для их интеллекта, это остаётся вне поля зрения. Знаю, о чём говорю, поскольку сталкивался. Ну, конечно, есть ещё секретная агентура, которая тоже даёт свои потрясающие сведения. Из них следует, что заговор на заговоре. И вообще, чем мощнее гайки закрутишь, тем этот народишко будет, конечно, в лучшей узде. Если помните, цитирую Павеллеру, как говорил Михалыч по поводу Путина, вот такой говёный замес попался. Это в наш с вами адрес. Так вот, премьер-министр Норвегии Столтенберг сел за руль такси. Это был Mercedes-Benz C-класса с механической коробкой передач в кузове «Универсал». И целый день работал таксистом. Он надел форму таксиста, он повесил на себя бейджик. Чтобы быть немножечко инкогнито, он надел чёрные очки. В машину было поставлено несколько видеокамер. Это было не сейчас, это было не сегодня, это было в прошлом месяце, в июле. Просто норвежская пиар-служба только сейчас это опубликовала, вывесив это в том числе в социальной страничке самого Столтенберга. И вот он целый день ездил. Кто-то его узнавал, кто-то его не узнавал. Ему задавали вопросы, те, кто не узнавал, те, кто не верил, что это премьер-министр, они просто говорили, ну, милый, трогай, ехали, пытались заплатить. И когда он не брал с них деньги, вот тут они догадывались, что действительно, возможно, это всё-таки премьер-министр, либо какой-то очень странный розыгрыш. Остальные сразу брали быка за рога, рассказывали о том, как они относятся к высочайшим ценам на нефть, к социальным пособиям, к политике мигрантов, к разным, например, запретам. В Норвегии, предположим, существуют такие странные запреты, когда там не все собаки имеют право лаять, и далеко не все люди имеют право плакать. Много нюансов в этой стране. И вот для того, чтобы как-то взять и узнать, премьер-министр пошёл в народ такой. Это невольно порождает сравнение, и все сравнения не в нашу пользу, потому что наше первое лицо, оно, конечно, замечательно учит стерхов летать, оно вводит корюшку на нерест, оно катается на жёлтой колине под прикрытием дивизии внутренних войск и спецназа ФСБ, оно, если надо, может выловить любое количество амфор со дна, вещего Олега там найти и щуку поймать. При этом, конечно, спасибо товарищу Чурову, щука оказалась замечательная. Лучше щуки бывает только... Лучше рыба бывает только в Белоруссии. Мы ещё не получили, конечно, ответ с Украины. Но вот наше первое лицо очень старательно во всех своих маяжах и контактах избежало общения с людьми. И была знаменитая история, когда корреспондент «Комсомольской правды» попыталась незаконно присоединиться к людям, специально отобранным для телемоста стоящим Путиным, и в этой связи загремела в милицию. Потому что нельзя общаться недозволенно людям с президентом. Дистанцию надо держать, товарищи, дистанцию. Я думаю, что если бы наш премьер или наш президент, наше первое лицо вздумало покататься под видом таксиста, то зачистка города вошла бы в учебники ФСБ. Это было бы покруче, чем его инаугурация. Я думаю, что специально отобранные пассажиры стояли бы по тротуару и с докладом о проделанной работе голосовали бы с интервалом в 200 метров и рассказывали о том, как счастливо они живут в этой стране. Да здравствует великий вождь, товарищ Кемерсен. А Норвег вот этим своим выходом в люди и показным отсутствием страха перед ними очень сильно, опять-таки, обозначил разницу между нашими странами. Вот он без охраны спокойно поехал приносить пользу. Он же людей-то возил. Перерыв на новости. Телефон экипажа 65 10 9 9 и 6. В Москве нет пробок, поэтому практически нет звонков. Всего лишь одна линия занята из всех ста входящих. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Охренеть, может, дозвонился совершенно случайно, впервые в жизни. Да я сам изумлен, Андрей. Ну да, понятно. Одна линия из ста входящих, это один шанс из сотни. Да практически шанса вообще не было, Андрей. Просто вот такая удивительная совершенно карма у вас. Вы в лотерее не пробовали никогда? Я думаю, что выиграете. Ну, выигрывал 30 копеек когда-то в советские годы. То есть билет на билет. Видите, как сильно с тех пор ваша удача подскочила? Скорее всего. Но пару недель подряд не подскакивала, потому что пытался дозвониться, не получилось. Значит, у меня одна ремарка и один вопрос. Ремарка по поводу из администрации президента. Вы говорите, там дети министров сидят. Не совсем так, потому что я знаю людей, которые из очень нищих семей, но социально близких. По потекции туда взяты. Их там дают неплохую зарплату, неплохо подкармливают тренинги, дома отдыха и все прочие вещи. Вывозят отдыхать куда-то. То есть готовят из них вот таких манкуртов. То есть люди не из высших кругов общества, то что называется. А в общем-то нищие, но очень преданными становятся. Ну да. Вообще вот подобный принцип подбора персонала, он всегда оборачивается неприятностями. Потому что, как выясняется, власть построенная на... Ну да, манкурты они памяти не имеют. Это точно. В том-то и дело, что сколько ни подкармливай, а все равно заканчивается предательством. Ну, скорее всего. Посмотрим, что будет с Кристиной Потупчик через некоторое время. Надеюсь, что ничего хорошего. Ну, наверное. Может, совесть где-нибудь появится? Да ладно. Да ладно. Не, ну, знаете, иногда бывает на смертном одре вдруг какие-то проблески. Поздно, правда? Ну, до смертного одра еще ждать и ждать, девушка молодая. Перспективная. Ну да, симпатичная. Хорошо. У меня вопрос. Насколько я понял по вашим... Я слушаю вашу передачу очень давно. Насколько я понял по всем вашим высказываниям, Nissan Pathfinder вы не любите. Потому что, когда у вас народ спрашивает про среднеразмерный джип, вы никогда о нем ни слова не говорите. Я прав или нет? Знаете, вот по моим словам, вообще очень неверно было бы пытаться понять, люблю или не люблю. Поскольку вот как раз подобных категорий себе не позволяю. Но вот у меня под присмотром есть Pathfinder. На нем ездит весьма опытный человек с стажем в несколько десятилетий. И я у него каждый раз... У меня есть. Вот я у него спрашиваю. Ну, как Nissan? У него было много разных машин. Он мне говорит, знаешь, это единственная машина, которую я не могу удержать на дороге в принципе никогда. Удержать? Удержать на дороге. Это вообще болтает? Это в смысле... Он никак не может уже второй год разобраться с аспектами управляемости данного транспортного средства. Хотя за городом, когда ему врубаешь полный понижайку и понеслась, ну ничего себе такой хороший получается агрегат. На нем, ну даже, конечно, не Pathfinder, а этот самый пикап на его базе, Navar. А, Navar. Да, тот... Это другая. Она, у нее задний мост, а здесь полностью подвеска. Соответственно, совершенно по-другому она держится на дороге. И вот даже Pathfinder не держится на дороге под опытной рукой. И вот Nissan, когда создавал именно эту машину, он, прекрасно понимая о грехе конструкции, попытался их компенсировать расширенным списком опций. Ну, может быть, она и не едет, зато жужжит хорошо. Может быть, у нее колеса отваливаются, зато сиденье мягкое. Может быть, она на дороге не стоит, зато посмотрите, какая замечательная магнитолка. Вот этот принцип, мне кажется, порочным. Он дошел, конечно, до абсолюта в создании бренда Infinity. Вот когда покупаешь Infinity, понимаешь, что тебя обманули. Причем так капитально. Вот просто вот бессовестно. А Pathfinder, он как раз пограничное состояние, потому что он от кроссоверов уже ушел. Ведь Qashqai, например, это машина, которая может служить точкой отсчета. Вот Nissan взяли и создали машину с большим риском для себя. Потому что полноприводная девятка, да еще в Европе, а первый рынок номер один такой вот, это германский, они делали его именно туда. Они прицеливались очень долго к аудитории. Они смотрели, пойдет или не пойдет. И эта машина, Qashqai, она произвела такой фурор в Европе. А Европа-то все видала, все на зуб пробовала. Что в первый год было порядка 140 тысяч машин распродано. Это невероятный результат. И есть вот такие машины, опорные точки, такие реперные. Вот, например, Qashqai или Patrol, которые все равно остаются внедорожником. А между ними некое количество промежуточных моделей, призванных, ну, что называется, поддержать присутствие. Pathfinder как раз является этим компромиссом. И таким же, как, конечно, бессовестным компромиссом является Infiniti, когда на создание серьезных изделий уже, что называется, кишка тонка, а кушать хочется по-прежнему. Ну, забор по новой перекрасили и сказали, что забор новый. Нет, это краска новая. Вот, к сожалению, такая идеология Nissan, она иногда дает и кривизну, но иногда и дает результаты вот типа того же самого Qashqai. Ну, не согласен. По Nissan не согласен, по Infiniti согласен. Nissan великолепно рулится, до 170 идет как влитой. Полностью управляемость не внедорожника, а управляемость нормальной машины. Опять-таки, хорошо, что ваш опыт вот помог вам найти общий язык с этой машиной. И это заслуга и машины, и ваша. И когда подобный альянс, могу только порадоваться. Но, если я вижу вот печальный какой-то пример, то подозреваю, что это не человек виноват. Его неумение договориться с техникой, видимо, раскрыло какую-то не ту грань этой техники. Хорошо, понял. Спасибо. Теперь вопрос. Значит, 6 лет под Finder'у, пора менять. Вот присматриваясь либо к Discovery, но страшно брать, потому что по всем, особенно по американским тестам, по графику надежности на последних местах, или Freelander, но он поменьше, но все-таки хотелось бы, конечно, Discovery. Как вы думаете? Если хотелось бы, то надо брать, тем более, что после под Finder'а довольно крупного, пытаться уместиться в малогабаритную квартиру будет всегда сложнее. Американские тесты надежности, они всегда взяты с потолка, потому что они предусматривают не только техническую сторону, но и эмоциональную. Берется какая-нибудь, имеющая разные части тела черного цвета барышня, и ей задается вопрос, какое количество претензий к новому автомобилю в течение трех месяцев. Она там не нашла, куда пристроить ведро с бигмаками и ошпарилась. Она в этот момент там доила козу, и у нее коза ускакала, она пролила весь урожай. И после этого он говорит, что это отвратительная машина, потому что я в ней не могу жить, как в своей родной деревне, откуда меня только что инсталлировали в цивилизацию. Они говорят, о, действительно, Discovery не удовлетворит. Смотрите, минус два балла по шкале вот этой самой Лорамблы. И американцы в этом отношении, ребята, получаются не совсем объективные. В целом, дискарь задуман хорошо. На серьезном бездорожье он бороться будет по-честному до тех пор, пока не перегреется, а потом ляжет на животик и скажет, извините, я должен отдохнуть. И в этот момент все. Сапоги за трактором. Он предатель. И он будет бороться ровно столько, сколько у него хватает настроения. Настроение кончилось, и он говорит, клиент, отвали. Читай американские рейтинги. Но вот пока не дошло до критического состояния, придуман хорошо, сделан неплохо, течет далеко не изо всех технологических отверстий. То есть не каждый сальник у него теперь пропускает. Раньше каждый, а теперь через один. И это уже огромный прогресс. Конечно, ну что вы. Тем более сейчас у него совершенно фантастическое финансирование. В кои-то веки на создание этих машин, вообще на бренд Land Rover, отпускаются несметные деньги из Индии приходящие. Индии, да? Да, да, да. Ратантата, он, когда только купил Jaguar Land Rover, он первым делом побежал к британскому правительству и сказал, слушайте, окажите мне помощь. Я спас этот ваш неликвид. Я тут сейчас сдохну, у меня 3 миллиарда убытка. Они сказали, это ваше личное дело. А Ратантата, чем он хорош? Он, чтобы отомстить бледнолицам окончательно за Индию родную, он нашел другие способы, он влил туда денег, бренд на подъеме, и он теперь ходит перед англичаном и говорит, ну что, ребят, вы-то свое национальное достояние спасти не смогли. Кабы не я, что бы вы делали? А все. Отдали бы китайцам, а это еще хуже. И Дискарь сейчас, четвертый, который, конечно, никакой не четвертый, а три с половиной, он... Ну да, тройка с хорошим рестайлингом. Да, да, да. Вот, собственно, это и есть рестайлинг. Это работа над ошибками. Учли, посмотрели, переделали, перенастроили, и при этом они соблюли вот этот очень тонкий баланс, такой же, как, например, у Ниссана в Патруле, когда уже все-таки премиум, но еще все-таки внедорожник. И Дискарь молодец. Ехать на нем здорово. Но вот мой опыт, я еду на новеньком, шикарном Дискавери, и я такой весь из себя сразу помолодевший. У меня такой хвост в перьях, как у павлина. Шикарно просто. Он мне так говорит, так чекэнджинг, чекэнджинг. Как интересно. Аэрбэк-стоп, Аэрбэк-сток, АБС-стоп. Он мне постоянно подкидывает приятность и говорит, значит, а я сейчас сдохну, а у меня что-то, я хромой сегодня, а у меня тормозов нету, а давай-ка я в сервис заеду. Причем это были только глюки. До сего не дошло. То есть, если лампочка существует, она должна гореть. У лендровера обязательно. Конечно. Ну понятно. То есть, это не полная расхода энергии, это не правило. Да, но, Андрей, при всем при том, вот когда машина нравится, когда предмет нравится, вот когда нравится, тогда вы же готовы будете к какой-то все-таки компромиссу, немножко всепрощения христианского. Да, какое-то время походить пешком, пока он на сервисе ходит. Да, тут вот там его подлечили. В конце концов, ну, а грели вас с бейсбольной битой по голове, так вы подставьте другую щеку. Это же христианская мораль. Я не христианин, я атеист, у нас так не положено. Тогда вам придется выгрузить печень зубами у официального дилера и у инженера по гарантии. Тут вас будут ждать приятные юридические открытия в борьбе за свое право. Понятно. Все-таки 100% не бывает нигде и никогда. То есть, не надеются на очень здоровую, возросшую надежность. Нет, конечно. А какая надежность? И главное, не надеяться на... И ни в коем случае не надейтесь на премиальность себя как клиента. Нет, я слово премиально не воспринимаю вообще. Слово премиально, оно может в зарплатной ведомости существовать, а вот в машинах я таких вещей не понимаю. Да, резиновые сапоги с золотыми подковами это не для нас с вами. Мы из другой эпохи. Но дискарь придуман здорово и парочка счастливцев, у которых не отвалилось пока еще ничего, я знаю. Один из них еще не выезжал из гаража, у него машина стоит, он ее купил весной, просто он все лето вне нашей страны. Вот у него дискарь шикарный, даже не протек. А второй, вот пока ездит уже, наверное, вторую неделю из моих приятелей и, ну, не нарадуется. Ну, душа у него поет, и у него сальники все на местах, у него еще ничего не заклинило, пока еще сверчки не завелись. Красота. Вот, ну, человек действительно счастлив. Целых две недели. Я все жду, когда он ко мне позвонит, попросит эвакуатор. Понятно. Ну, из этого же не следует, что обязательного. Я понимаю, не обрадовали, но хоть все-таки поддержали. Спасибо. Андрей, когда вещь нравится, надо рисковать, потому что самая главная мотивация в покупке любого изделия, неважно какого, от телефона и заканчивая квартирой, это нравится. Может, кто и говорит, это плохо, но нравится, это очень правильно. Новость. 65, 10, 9, 9, 9, и 6. Потихонечку телефон приобретает привычный розовый оттенок. Иван, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Я думаю, раз, что дозвонился. Я тоже счастлив. Да, даже лотерейный билет куплю обязательно, потому что получился это с первого раза. Везет. Знаете, а на лотерее, наверное, все-таки судьба на вас отыграется. Фортуна оттопчется, скажет, а, поверил. Поэтому куплю дешевый. Логично. Позвольте сразу вопрос, чтобы не отнимать много эфирного времени. Езжу сам на Skoda Super 50-го года. Вот. безумно нравится, доволен застопель, как говорится. Я очень много слышал про ДСГ. У меня сейчас 58 тысяч пробег. То есть, единственная проблема была, это 40 тысяч поменяли сцепление. Причем сказали, что еще в 1015 отъездит, ну, давайте уже поменяем сколько гарантий. Вот. Что там? Это же фактически та же механика просто с двумя сцеплениями, да? Она очень хитрая. Там ведь не просто два сцепления, соответственно, два вала, и получается, что... Два вала? Да. Четные и нечетные передачи, и нет момента размыкания крутящего. То есть, крутящий момент постоянно, либо четная, либо нечетная передача включена. И, соответственно, получается, что у вас переход с передачи на передачу, он быстрее по исполнению. При этом, суть у нее простейшая механическая, эти самые два сцепления, а дальше везет или не везет. Пять лет гарантии на отдельный агрегат. Да, вот везет или не везет, в чем? Там именно какая-то обычно накрывается в электрике, или сами там вот механическая часть эти шестерни в муку, там, грубо говоря, измалывают. Я вот не понимаю, что с ним может быть. Всем, как у каждого свой диагноз, но в основном накрывается как раз механика. То есть сцепление сами, потому что они не имеют ни секундочки покоя. Ни минуты покоя, ни секунды покоя, значит, это ДСГ, вот что это такое, как пелось в одной песне советской. Понятно. То есть я имею в виду, то есть вот эти вот пакеты фрекционов, так их назовем, да, вот эти вот там сцепления, два пакета. Ну, условно говоря, можно, чтобы определиться с понятиями, да, можно сказать и так. Вот они, механическая часть, хотя, конечно, есть и счастливчики, у которых по электронике то же самое, там и мозги сама сошли, и много чего интересного тоже было. Это бывает, да, не без этого. Ну, ясно. Понятно. Но, тем не менее, от машины отказываться, даже несмотря на это, не хочу. А зачем? Тем более, смотрите, какая штука. Вас дилер поддержал, на 40 тысячах спокойно поменял. Жизнь продолжается, а машина классная. Более того, кстати, по поводу дилера хочу сказать, что я от хондовского дилера ушел, у меня до этого цивит был, и меня очень-очень даже радует, потому что они мне масло жорстов тоже устранили, по гарантии нельзя с ней копить. А чем они устранили? Ну, как бы дико не звучало замена прошневой группы. Ух ты! Это на каком пробеге они на это расщедрились? Это не пробег, был где-то 1045. На 45 тысячах? Она на 35 тысяч вообще не ела масло, а потом начала ее есть с дикими с дикими петитами, так скажем, с 500 грамм на 1000. Приехал к дилеру, сделал контрольный замес, и сказали, что да, такая проблема в моторах до 11. После 11. года они чуть-чуть модифицировали масло съемные кольца, сушневые кольца чуть-чуть, и мотор, который с начала 11. года выпускается, масло не жило. А какой у вас? У вас ТФСиевский мотор, что ли? А здесь 8 ТСА, да. 1.8 ТСА, ну, они, в общем, действительно всем говорят, что у них водораздел это осень 2010 года. Все то, что после осени 2010 года масло не ест ни в каком виде, ни в виде Ауди, ни в виде Фольксвагена, ни в виде Шкоды. Но, ну что ж, позитивный пример, это всегда в радость, и зачет бренду целиком, даже не дилеру, а всей фирме. То, что они признали случай гарантийным, ведь это же всегда согласуется с главной конторой, это же не только выбор дилера, это политика представительства. А опять-таки, суперб, флагман, как вежливо они с вами, Иван, замечательно, вы счастливый человек. То есть, ваша радость не только от того, что вы ослоням дозвонились, у вас на самом деле и дилер шикарный. Ну да, то есть, ну, как бы, ну, их слова подтвердились, у меня уже было две замены, одна замена масла, прошу прощения после этого, я не долил ни капли, вообще, хотя езжу, признаюсь, резво, очень. И еще один вопросик, если позволите, значит, дано, девушка ездит на ИРК, да, с пятого года, нужно что-то поновее, посвежее. Опять воняется к ИРК в последнем кузове, вот, ну, так скажем, какую бы вот взять альтернативу, да, чтобы с чего-то хоть выбрать, так скажем. Для того, чтобы... Нужна вот так, такого же класса, таким же размером салон, там, по цене тоже, то же самое. То есть, хорошо то, что у девушки неиссякаемый спонсорский восторг в ее адрес, а для того, чтобы она пришла к своему закономерному ИРК, вам нужно оттенить и создать иллюзию выбора другими моделями, да? Да, да. Сходите к Хайлендеру, посмотрите, как можно из одной и той же машины сделать два совершенно разных по сути агрегата, и Хайлендер, вот особенно, если вы сейчас пойдете и посмотрите на нынешний, не рестайлинговый, у которого великолепный салон из натуральной кирзы с вкраплениями пережеванной резины и пластмассы, переплавленной из детских игрушек китайскими пытливыми руками. У этого салона есть только один плюс. Его можно великолепно мыть из шланга и ничего там в нем не накроется. Покажите вот эти два великолепных дисплея на Хайлендере. Один из них сделан в стилистике Nokia 1615 года, где пиксель можно руками потрогать. Ну, второй так более-менее ничего. И вот, когда она это все ощутит, при том, что ценник там тоже такой, знаете, не слабый, она после этого великолепно совершенно вернется к родному ИРХ, выдохнет, скажет, ой, как хорошо, как хорошо, что еще ИРХ и кто-то делает. Ну, вот она по поводу Х5, но я слышал, что Х5, ну, как скажем, более ломучий. Знаете, не более и не менее. BMW, конечно, она сделана по тем же самым законам физики, которые и в Германии, и в Японии одинаковы, поэтому то, что прослаблено по инженерному недомыслию, сломается, то, что переусилено по инженерному недомыслию, то, соответственно, натрет мозоль на сопредельных деталях. Все проблемы возникнут. Но из ИРХ девушек выкидывают реже, чем из Х5. А вот из Х5 выдернуть ее, как морковку, за косичку, да на асфальт, на светофоре, шанс есть. Напугайте ее этим, сделайте страшное лицо, нахмурьте брови, и она опять-таки забьется, забьется в угол родного ИРХ. Ясно. И если еще, если все-таки ИРХ, то есть ли гибрид в боях? Гибридов не стоит бояться, у них что хорошо, вот эта электромеханическая часть, она отработана, там много чего полезного, и это накрывается в последнюю очередь. Батарейки садятся после того, как кончился бензин. На нем прикольно, тем более там графика такая интересная, и если девушка, например, дружит с айфоном, то они найдут общий язык, потому что тут бесполезные, но классные картинки, там бесполезные, но классные картинки, здесь никому не нужные кнопочки, там никому не нужные кнопочки, здесь можно похвастаться, там можно похвастаться, ведь айфон, в принципе, он нужен для того, чтобы сделать из человека идиота, потому что позвонить можно и по телефону, а время убить можно на что-нибудь полезное. Но если у тебя есть айфон, тогда ты не дозвонишься и убьешь всю свою жизнь на этот айфон. И любой автомобиль, совмещающий себе несколько удовольствий, в том числе, например, гибридные, он не столько помогает природе, он не столько нужен человеку в быту и не настолько он полезен. Но, интересно, раз, фирма обокатилась, два, и если что, один на один, оставшись с гибридом где-нибудь в пробке, можно великолепно провести время и даже не упариться, потому что интересно будет всегда. Понятно. Берите девушку нежно и отводите ее в привычное стойло. Николай, здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. Здрасте. У меня вот ремарочка по поводу Норвегии. Давайте. И потом мне вышла просто по страховке. Значит, имел опыт в путешествии по Норвегии с братом мы ездили в августе 2011 года на Шкоте ездить. Ух ты. Это обычный автомобиль, собственно, да, и она прямо вписывает колорит в страну. Мы посреди в Кандинавии, но больше по Норвегии. Значит, за первых, дороги. На свою нефть они за 30 лет отстроили дороги вообще везде. По всем, вот через такие скалы, из которых, я не знаю, там бомбы не взорвешь ничего. Просто это, ну, такое зрелище очень классное, когда, как называют, и на middle of nowhere там такая дорога, что просто, ну, как бы, приятно навести машину и есть время посмотреть по сторонам. Николай, а вы были возле памятника на окраине Осло перед въездом в один из стоней стоит памятник тому человеку, который эти дороги прорубал. Главный инженер. Что-то такое видели, да, только, знаете, в Осло мы, когда ехали, мы посетили на табличку, и что-то там, это там, рок-слайд, да, что-то там. В общем, оказалось, что мы ехали по какой-то там дороге, до Бергена, из Осло, но по-самой издемени, да, и оказалось, что там что-то смело, нам потом все-таки возвращаться, поэтому мы там немножко отвлеклись, ну, видели, да, что-то такое, там выводы. А как вам вообще тихий, скромный Осло, похожий на дачный пригород? А мы его пропустили, что-то по-самой по-самой, 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 мы там не останавливались, мы сразу вот в Берген направились, да. Очень смешной городок. Да, дверь, да, там парки с этими скульптурами, такими-то, ну, нет мирости. Это поесть, вот. А так как-то все очень дорого, мы идем, идем, вдруг такой запах Гриля, вот, и играет Битлз на улице, мы такие, здорово, классно, пойдем послушаем, прислим, встали в очередь, там еду раздают, в общем, ну, как-то там, взяли там себе поесть, в общем, а сколько стоит таких, надо смотреть, нисколько. Мы так смотрим по сторонам, вдруг понимаем, что как бы контингент такой, ну, как бы их местные бомжи, конечно, не такие, как наши бомжи, не больше людей, похоже, да, но мы поняли, что мы попали на раздаче пищи, бездомные следили, вот, мы качкух напоели, да, бесплатно, но было так своеобразно, то есть, у них там, у нас тут очень такая поддержка интересная, развита, вот, и люди выглядят, ну, не отпугивающие, то есть, как у нас, вот, на Казалской вокзале. Да, у нас иногда в телевизоре показывают руководителей страны, так тоже отпугивает, не говоря уже о тех, которые на вокзале. Стараюсь не смотреть, это нервы не просто. Вот, значит, ну, дороги, да, бизнес, конечно, дорогой, но, ладно, так и быть. Значит, вопрос по страховке, если можно. Да. Вот, я в 5-5 уехал к работе, дедушка на каждом шестом меня, то есть, может, стукнул, вот, при сужении полосы у него, вот, потом еще уехал, я еще его догнал, в итоге отпустил за полторы тысячи рублей, вот, и потому что, я просто решил, что у меня просто по страховке, у меня капка на Октаве новую, вот, заканчивается, и у меня можно, типа, там, лимит до 50 долларов, выменять там, без справки из ГАИ, то есть, я домой спешил, то есть, он спешил, в общем-то, вся подобная себя повел, а он мне там чуть-чуть поймал правое крыло, вот, именно, причем вместе, где вот, как это называется, это ребро жесткости, да, как на Каеве, он так и выпирает, я думал, что это, типа, там, уставляется, покрасить, если без проблем, там, стоит, там, 3 рубля. Ха-ха, 3 раза. Поехал в субботу к дилеру, да, вообще, меня сильно расстроили, что, как бы, сначала это под замену, потом это не под замену, вот такой вопрос, все-таки, это под замену или нет, вот это вот, можно ли это исправить? Нет, если... Там прям совсем в куриное, даже меньше в куриное яйцо, такая маленькая мятинка. Одно из двух, либо вы забываете про эту вмятинку, либо вы меняете целиком, потому что все, что пришлось на ребро жесткости, оно не правится, оно меняется. Хорошо, да, но просто так и иначе, даже с дилерскими ценами, там 6 тысяч за этот, за ребро, за крыло, 6 тысяч за крафту, что там, блин, два норма часа, чтобы приклеить это все на этот, как бы, силикон, ну, по-любому 500 баксов должно хватить, просто меня начали пугать, типа, что страховая откажется менять именно целиком эту деталь, то есть, но иметь ли они право, если как бы они обещали, типа, что вот за 500 долларов исключительно без справки из ГАИ, какого фига тогда они сейчас могут отказать? Именно для того, чтобы вы заплатили. Не, я понимаю, да, нормативно право под этом какая-то есть. Не, основа здесь субъективное мнение их непредвзятого эксперта, который посмотрит и скажет, да нет, ну что вы, тут нужно менять кузов целиком, а поскольку вы справку не принесли, то все это за ваш счет, потому что их задача сейчас вам доказать, что это стоит ровно 501 рубль, в смысле 501 доллар. Не, дадим богу, я думаю, что там можно заплатить, да, просто они именно могут полностью отказаться вообще это делать за любые деньги, то есть, сейчас вот как я просто познал, там в дилеры более-менее надо так реально отнеслись, и сейчас вот это специалисты по работе с страховыми компаниями будут пытаться выдать из них деньги, да, на доганку. у вас получается 500 долларов франшизы, но в таком случае, если у вас ремонт стоит, например, тысячу, то вы можете сделать сейчас себе справку у другого дилера, или вы уже в страховую заявили этот случай? Вот я дурак, я прям тут же позвонил в страховую, никогда не звоните в страховую, я понял, да, что людям невыгодно платить, да, они же заинтересованы в том, что... перерыв на новости. Москва очень спокойно топчется в пробках, всего лишь каких-то 5 баллов, то же самое было и при 3 баллах, и при 4. Андрей спрашивает, не теряю надежду услышать ваш комментарий по поводу нынешнего продукта Тагаза по прозвищу Тайгер, насколько он отличается по качеству от праотца Каранда. Он от него немножечко отличается, у него такая же отвратительная коробка передач, у него такие же проблемы с этой коробкой, он бывает в разных у нас проявлениях и дизельный, и бензиновый, у него очень серьезная проблема, то, что ему для того, чтобы внедорожником хотя бы считаться, не хватает геометрии. Вот если его лифтануть, тогда получается машина, в которой есть какой-то смысл, потому что рамник, да еще с задней балкой, да еще с такой хитрой передней подвеской, да еще, может быть, даже с мощнейшим бензиновым мотором, скребущим пузом по асфальту, это странно. Корейцы сделали его, видимо, для парада, хотя у них эта машина имитировала какую-то причастность к армии. Во всем остальном, это было бы неплохо, если бы это научились бы сделать хорошо. Пока не получается. Александр, здравствуйте. Сергей, здравствуйте. Здрасте. Хотел бы поблагодарить вас за вашу передачу, всегда с огромным удовольствием слушаю. Спасибо, что слушаете, Александр. Да. Сергей, у меня два маленьких вопросика. Вот я сейчас владею автомобилем Toyota Avent, вижу, что они уже в России не продаются. Хотелось бы просто услышать ваше мнение по поводу этого автомобиля. Вот я проехал 30 тысяч на нем за два года, но никаких нареканий у меня нет, машина мне нравится. Вот что вообще, в принципе, можно от нее ожидать, от этой машины. Александр, судя по всему, вы начинали на «Жигулях», что вы машину заподозрили в каком-то нечестном к вам отношении. Начинал я с «Запорожцем». А вот с «Запорожцем» вы каждое утро выходили с содроганием и думали, а вдруг заведется? Да-да. Бац, он и завелся. А у вас какой был «Запорожец»? Алло? Какой у вас «Запорожец» был? Алло, Сергей. Алло. На самом интересном месте дошли до «Запорожца», и я вас слышу, а вы меня нет. Да, получается, что игра в одневорота Toyota Avensis, пробежавшая 30 тысяч, пробежит еще 150 сверху, и ничего с ней не случится. Верьте. Верьте в это. Дмитрий, здравствуйте. Алло. 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 Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Выбираю машину многоцелевую между Hyundai H1 Volkswagen Caravella и тяжелобоксер. Ух ты. А вы с каким кузовом? Вам нужен фургон или с посиденьцами еще? Нужен, наверное, 7-8 мест, ну и чтобы багажник был. Вместительный. И вы будете постоянно отбивать клиентов у гастарбайтера возле станции метро, или у вас будет какая-то семейная работа на этой машине? Семейная работа. Семейная. Чтобы можно было поехать на машину, ну и чтобы она не сильно много хлопот доставляла. Ну, нет такой машины, которая не доставит хлопот. Принципиально отличие у них, вот самое лежащее на поверхности, это привод. H1, он заднеприводный, Caravella и Boxer, они, соответственно, переднеприводные. Ну, там Caravella может быть полноприводный. Если для вас это препятствием не является, то у H1 вы выигрываете в том, что все-таки в этой машине есть с одной стороны коммерческая простота, поскольку это как раз полный аналог Газели, с другой стороны она неплохо собрана. Хотя, конечно, ценник ее обслуживания такой, что вы можете купить себе Мерседес, у вас будут те же самые расценки. Caravella, эта машина не обоснованно дорогая во всем. Volkswagen, он за последнее время просто обезумел. А Boxer, чем хорош, у него очень лояльная стоимость владения. Это не значит, что бесплатно, но это значит, что нормально. Хорошие дизеля и масса конфигураций по обустройству. И вот здесь как раз Caravella и Boxer, они чем хороши, тем, что вы можете заказать любую комплектацию, любое исполнение. У H1 вы можете заказать себе отдельно фигу с маслом и можете заказать те фиксированные комплектации, которые вам предложат. Если что, вы еще можете получить в качестве доброй улыбки от дилера, вам привернуть к заднему бамперу либо слона с ушами, ну, либо какой-нибудь, например, парктроник. А в Boxer и в Caravelle это все может быть по умолчанию сделано на заводе. То есть бесчисленный список возможностей создания машины под себя. Если бы... Понятно. А вот по сервису меня всегда пугали французские машины в России. А Peugeot в этом смысле... Знаете, у французов, у них, конечно, не заладилось начиная с 1812 года. Были у них определенные трудности на русской почве. Потом полегчало в союзничестве с Антантой, тем более полегчало. Потом была нормальная Дианей Немон. И после этого, в общем-то, французам уже в нашей стране везет. Боксер, эта штуковина, она же существует еще в виде Citroën и в виде Fiat. Она собирается на заводе Севель-Норд в 140 километрах от города Парижа. У нее очень хорошие моторы. И как любая европейская машина, и Caravella в этом отношении точно такая же, она не любит перегрузы. То есть, если вы купили себе машину и четко знаете, что она у вас не самосвал, а туда засунули бетонных блоков и поехали строить дачу, у вас что-нибудь отвалится в обязательном порядке. То есть, это не Газель. Во всем остальном, француз, он сделан под убой. Потому что за рулем этой машины планируется гастарбайтер. То есть, человек, который к ней испытывает чувство глубокой личной неприязни. Это не его машина, он на ней наемник. И по возможности он у нее украдет, что-нибудь отольет, что-нибудь положит себе в карман, а потом скажет хозяину, извини, сломалась. И французы в этом отношении они молодцы, потому что они делают эту машину для африканского рынка, для европейского рынка, для азиатского рынка. И везде их ждут водители-убийцы, каждый из которых мечтает прикончить этот боксер и выжить из него чуть больше, чем оговорено контрактом с работодателем. А боксеры терпят и посмотрите, сколько у нас, например, по Москве бегает боксеров в качестве маршрутки. У них сидит точно такой же чрезвычайно заботливый дядя Вася за рулем. У него постоянный перегруз и ничего он с ней сделать не может. Вот она 200-300 тысяч выхаживает, ну никаких проблем. И заводится в мороз. Поэтому разговор о том, что французам у нас не везет, ну пару веков тому назад был абсолютно актуален. Сейчас уже не так. Понятно. То есть примерно на одинаковых характеристиках французы стоят немножко дешевле, соответственно. Французы немножко дешевле на старте и немножко дешевле в обслуживании. Но это не значит, что у них не может быть косяков. У них тоже всегда есть какие-то свои трудности, потому что не забывайте, что на конвейере этого завода в Севельнорде стоят выходцы далеко не из Франции. И если у нас смотрщика, например, притупился хлыст или сломалась нагайка, то, конечно, там могут быть какие-то нюансы. Но точно так же собирается Caravella, в отличие от H1, H1 собирается корейцами для корейцев. Там все по-другому. Понятно. Ну, то есть по моторесурсу Caravella и Peugeot при нормальном отношении к машине. Примерно. Здесь не угадаешь, но вот у меня в гараже в соседнем живут два транспортера, они же Caravella. Они всю зиму по очереди катались на эвакуаторе в сервис, чтобы их там завели. С боксером такого не было ни разу. При всем при том, что, конечно же, Caravella высокотехнологичная и вся из себя замечательная. Вот от Николая, который дозвонился и по Норвегии рассказывал, интересная ремарка, забыл добавить. По всей Скандинавии есть правило свободного доступа к земле. Можно переночевать где угодно в 100 метрах от жилья. И там везде красиво. Попробуйте такое у нас без топора под подушкой. Да, действительно, без топора и без сайги 12-го калибра я бы у нас нигде никому не рекомендовал пытаться ночевать. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас слышать, Сергей. Аналогично. Расскажите. Прошу, если можно. Запросто. Вы все о больших и о больших машинах, а вот что вы скажете про совсем маленький представитель четырехколесной индустрии Smart? Это самый хороший биотуалет, который я видел. Я видел плохой биотуалет, называется Renault Twizy. Там просто даже страшно и хочется уже сразу использовать его по прямому назначению. А вот в Smart в нем все то же самое, но гораздо симпатичнее. Если не обращать внимание на алгоритм работы робота, ну и не пытаться сделать из этой машины универсальную, то есть не применять ее там, где она не должна была бы быть, то во всем остальном это великолепная машина для города. Именно поэтому Smart без изменений выпускается с момента своего рождения. Сколько бы нам фирма не рассказывала о том, что это уже следующая модель, нет, это все та же. Она именно такая должна быть, очень правильная, очень симпатичная, очень прикольная. На вас все всегда будут показывать пальцем, а если вы захотите выдать дочку замуж, так посадите ее в Smart, она выйдет на второй неделе. Такой задачи не стоит. Это хорошо. И второй вопрос. Если машина должна быть две, одна из них маленькая, другая побольше. Вот машина Мерседес Б-класс, старая, которая 2009-2008 года нетекущая. Машина, ну, какая может быть скажете, у нее есть уникальная характеристика в своем классе, это очень большой багажник. Что можно сейчас осматривать в качестве альтернативы по классу, при этом не как грузовик, а просто для семьи, которые требуют возить детей, из которых есть куча игрушек, сматья и тому подобное. Какой-нибудь минивэн, если вы привыкли к тому, что у вас высота потолка позволяет еще повесить люстру 12-ти рожковую в салон и не цепляться лыжами за нее, то, конечно, минивэн. И багажник будет большой, причем диапазон такой, начиная от Ford, всяких S-Max, и в любую другую сторону, куда просто позволяет фантазия кошелек. Потому что минивэнов, конечно, у нас немного, но какое-то количество есть. И Mazda 5, и можно из Америки себе парочку Toyota интересных выписать, и можно у нас, например, посмотреть, что предлагают все остальные. Но у нас есть маленькие и есть средненькие. Американцев не смотрите, потому что у американцев это будет Journey либо Fiat Fremont. в ближайшие лет 500 это рано покупать. Я думаю, что за 499 лет они займутся все-таки доведением до ума этой конструкции, чего-нибудь достигнут, вот тогда можно будет покупать. Пока смотрите либо европейцев, либо японцев. Либо вы уходите в класс универсалов больших, длинных, типа Superbo, и туда грузите лопаты. Если вы Mercedes обожаете, то тогда у вас E-шка. Viana это очень правильно, но просто Viana это автобус, не все к этому готовы. Viana, особенно когда вы берете с длинной базой, у вас получается три ряда сидений, вы все три ряда сидений компонуете по ходу, вам не нужны поворачивающиеся второго ряда, получается удобно. Остается еще довольно крупный багажник, он не такой большой, то есть по площади небольшой, по высоте огромной, потому что Viana даже длиннобазный отдает приоритет именно салону. Но если вам не нужно три ряда, вы делаете два ряда сидений и у вас получается сзади ну просто сарай, туда можно лопатой грузить картошку и детские самокаты. И смартфон. Опять-таки, либо R-ка. Если вы апологет Мерседеса, то R-ка вполне себе достойный, тем более полноприводный. И Viana, кстати, тоже. Они же снимаются с производства вроде как. Ну они все... А зачем, какая вам разница, что она снимается? Ну хочется новую. Новую? Так вы покупаете новую и она остается новым до тех пор, пока вы его не намотали на столб. А от того, что все остальные не могут ее купить, это не значит, что у вас плохая машина. Это просто им хорошая не досталась. Тем более полноприводная. И R-ка полноприводная, и Viana полноприводная. Viana должен быть только полноприводным. До завтра.